Друзья, привет! Спасибо, что вы с нами. Алексей Гомон, меня зовут. Это означает вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон о тайных переговорах по поводу войны с Россией, покушениях на Путина, о приближающейся войне на Тайване. Говорим сегодня с международным аналитиком Александром Демченко. Александр, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, Илья Взаимовна. Друзья, лайк этой беседе поставьте. Сегодня, правда, будет интересно. Ну и подпишитесь, Дмитрий Гордон, Алиса Бацман в гостях у Гордона. Итак, Блумберг опубликовал материал, в котором речь идет о том, что Украина, страны Большой Семерки и несколько стран глобального юга провели тайную встречу по поводу мирных переговоров с Российской Федерацией. Ну, саму Россию туда не позвали, что уже радует. Но это уже не первый раз, когда информация о таких похожих тайных встречах попадает в СМИ. И вот сразу возникает мысль, что определенный тревожный симптом. Может, нет, вы сейчас объясните. Не могут ли стать вот такие тайные переговоры, не может ли результатом этих переговоров стать какие-то договоренности, скажем так, не в пользу Украины? Что думаете? Хотят ли некоторые страны глобального юга и отдельно взятые элиты на Западе, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, чтобы Украина поскорее решила с Россией вопрос и согласилась на какие-то мирные, невыгодные для Киева переговоры? Да. Имеет ли это желание отношение к этой встрече? Нет. История предельно простая. Я думаю, что это будет очень интересно, потому что переговоры-то идут действительно в полутайной атмосфере, и поэтому вызывают очень много вопросов. Во-первых, то, что они собрались, имеет отношение непосредственно к тому, что Украина ищет дополнительное количество членов и участников формулы мира. И в швейцарском Давосе будет проходить на следующей неделе экономический форум, глобальный форум, на котором собирается очень много представителей различных стран мира. Там будут представлены, большая часть стран мира там будет представлена, в том числе Китай, Бразилия, Арабские Эмираты, те страны, которые не присоединились уже несколько раз к переговорам относительно формулы мира Зеленского. Украина собирала эту тайную встречу, возможно, не только Украина ее собирала, потому что есть и другие заинтересанты, для того, чтобы по большому счету насобирать необходимое количество стран дополнительно, свыше 100. Зачем нужна эта цифра? 100+, а на самом деле 120+. Есть такое убеждение у Киева, и, кстати, отчасти и у некоторых западных стран. Что если удастся собрать 120 плюс стран, то можно уже провести, даже за пределами ООН, мирную конференцию, где опозначить новые глобальные правила безопасности. Условно, Сан-Франциско, как это происходило после Второй мировой войны. И там уже выработать конкретные механизмы. Как должен существовать мир, как должна быть реформирована ООН, те или иные глобальные структуры, что делать в случае агрессии тех или иных государств, таких как Россия, или таких как Китай, или Иран. Поэтому Украина ставит себе задачу собрать как можно больше стран для того, чтобы в конечном счёте провести эту мирную конференцию, которая и будет по большому счёту или продолжением, или самим мирным саммитом мира, о котором говорит президент Зеленский. Почему всё это проводится в Джиде? Второй раз уже, в Саудовской Аравии. Это мало кто знает. Саудовская Аравия хочет стать одной из тех стран, где будет проведён глобальный саммит мира. Саудиты очень этого хотят, хотят по нескольким причинам. Потому что им необходимо наладить отношения с американцами, сохранить китайские инвестиции, и, в принципе, сделать всё так, чтобы у них продолжались, что называется, намази, отношения с Российской Федерацией. Вообще, для начала нам стоит понять, что большая часть стран глобального юга на самом деле подстроится под победителя в этой войне. Это первое. А во-вторых, та же большая часть глобального юга, на самом деле, когда помогает Украине, в том числе и страны Аравийского полуострова, когда помогают в обмене с россиянами детей или военнопленных, они на самом деле параллельно решают вопросы с Москвой относительно больше вовлечённости Москвы в экономические дела, финансового сотрудничества, энергетического сотрудничества с точки зрения увеличения поставок или сокращения поставок нефти, газа, угля и всего остального. Это вот ещё один момент. Но я всегда задаю вопросы нашим властимущим и спрашиваю. Вот представим себе ситуацию. Мы собрали какой-то саммит, а потом господин Лаврова или товарищ Вайна приходит в Кремль к Путину, в кабинет к Путину, и говорят, Владимир Владимирович, тут ситуация такова. Собрался саммит, у нас Сан-Франциско-2, мы приняли, вот эти страны приняли, значит, новую концепцию безопасности, новую концепцию глобального мира, структуры, будет меняться он. Вы должны подписать документ о капитуляции. Но я представляю реакцию. Путин скажет, воюем дальше. Ему же не выгодно это, это очевидно. Но ладно с ним, с Путиным. Знаете, если бы нас поддержал ещё Китай и условно такие страны, как Бразилия, и глобально поддержала бы Индия, можно было бы на что-то надеяться. Но Китай несколько раз не приходит на мероприятия, на эти встречи. Почему не приходит Китай? Не только потому, что есть Тайвань, и для него Украина сродни тайвандской проблеме. И он поддерживает, в принципе, Си Цзиньпинь поддерживает Путина, как диктатора диктатора, как завоеватель завоевателя. Правда, неудавшийся. Надеюсь, Си Цзиньпинь будет неудавшимся завоевателем. Мы это скоро узнаем, кстати, об этом поговорим. Но потому, что Украина недавно проголосовала в ООН за резолюцию, которая поддерживает уйгурское население на территории Китая. Мы поддержали. Нам просто спрашивали американцы, британцы, турки и ряд других стран, в том числе европейских, а почему мы, в принципе, когда боремся с агрессором, не поддерживаем такого же агрессора, который проводит тоже геноцид. Мало кто знает, но на территории Си Цзиньпинь, уйгурского региона Китая проводится самый большой из времён Второй мировой войны геноцид населения, мусульманского населения. 10 миллионов человек находятся условно в исправительном концентрационном лагере, огромном в Китае, где людей стерилизуют, разделяют семьи, уводят детей в интернаты, где проводят обязательную контрацепцию, где с 2015 по 2018 год количество рождаемости снизилось по сравнению с Китаем на 60%, где с 2019 года понижается на 24-30% количество рождаемых, где есть обязательная трудовая повинность, где запрещаются религии и исповедания, где людей просто держат как скот. Я уже молчу о том, что огромное количество уйгур на территории Китая просто умерщвляется китайскими властями, потому что они мусульмане, они иноверцы, ровно такие же, как для русского царя, другие иноверцы, которые существовали на территории другие народы, которые существовали на территории царской России, в последующем Советского Союза, но и сегодня, потому что мы знаем, что Путин также уничтожает огромное количество этоса на территории Российской Федерации. Китай нас не поддерживает, и поэтому на территории Давоса Украина очень надеется, что китайск к нам придет. Почему? Потому что китайцам будет очень тяжело не прийти на эту встречу, где не соберется большая часть стран. Мы рассчитываем на это, посмотрим, сработает это или нет. Поэтому тайная встреча – тайная встреча, но она непосредственно является стратегической, не более того. В этом контексте сразу интересно, а собираются ли такие встречи, вот сейчас было без участия России, а без участия Украины? Или все-таки правило, ни слова об Украине без Украины, оно действует? Нет, это не может происходить так, потому что, в принципе, Украина является инициатором формулы мира. Зачем проводить саммит, если нет главного инициатора? То есть это украинская инициатива проводить те или иные саммиты. И глобальный саммит мира будет в том числе инициирован Украиной. Другое дело, если начнутся события на Тайване, если начнется глобальная война на Тайване, то тогда уже и повестка дня, и с точки зрения глобальной безопасности, и итогового саммита мира, который в любом случае будет происходить, да, этой конференции, и с точки зрения изменений глобальной системы, в том числе ООН, это уже будет все меняться. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. О Тайване буквально через пару минут поговорим. Раз уж вспомнили Путина, вот представитель главного управления разведки, Андрей Юсов, в интервью Олеси Бацман рассказал, что на Путина были совершены, был совершен уже ряд покушений прямо во время полномасштабного вторжения. И нет, речь идет не о сотрудниках главного управления разведки, а намекнул представитель Юсов, что эти покушения были связаны с внутренне политическими процессами. И вот эта инициатива каким-то образом ликвидировать, может быть, либо физически, либо отодвинуть от власти Путина, предпринималось его же окружение. Вот такая цитата, что покушения на Путина были даже после полномасштабного вторжения, и носили они характер внутренне российский. Главная опасность для диктатора исходит от его окружения, и в истории Российской империи разных периодов, как бы они ни назывались, таких случаев уже было немало. Конец цитаты. В целом, да, ну мы знаем, что в истории и Российской империи, и Советского Союза случаев, когда покушения на диктаторов или власть имущих были со стороны их же окружения, это не новость. Поэтому, скажем так, легко ли поверить в то, что и Путина, вероятно, в какой-то период времени может ликвидировать кто-то из тех, кто сейчас входит в этот ближайший круг, образный там Кооператив Озера или что-то около. Так и произойдет, его ликвидируют. Исторически так случается. Вопрос заключается в том, как его ликвидируют. Условно отодвинут от власти, как Хрущева, после у нее удавшегося Карибского кризиса. Или же его уберут, условно, как Сталина или Ленина, или как отдельно взятых русских целей, как Павла I, которого ударили табакеркой по голове пьяные офицеры под молчаливое согласие цесаревича. Другое дело, что для того, чтобы это произошло, русский царь должен надоесть. Надоесть элите, надоесть силовикам, условно, охранке, надоесть олигархам, условному дворянству, и надоесть, по большому счету, народу России. Для того, чтобы этого не произошло, он делает, по большому счету, некоторые правильные вещи для сохранения своего режима и своей жизни. Он умиршляет своё народ и население, он полностью обнулил своих олигархов, и они зависят теперь от него, как их безопасность. И он делает всё для того, чтобы силовики процветали. У нас есть много, как вы правильно сказали, исторических примеров, но могут ли Путина попытаться ликвидировать чужими руками? Да. Для этого российские силовики должны создавать какие-то отдельно взятые ячейки террористов, народовольцев, условно, если хотите, которые в определённый момент убьют царя. Может ли общее быть принято коллективное решение, как с Хрущёвым? Конечно, оно может быть. Но в большинстве своём, если мы посмотрим на историю России, я имею в виду России в общем плане, царской России, Советского Союза и нынешней России, то, конечно же, диктаторы, особенно такого рода диктаторы уходят несамостоятельно, их убирают. О Павле I I я рассказал, но нужно же понимать, почему убрали Павла I, например, российского императора. Это же не просто так его ударили табакеркой поговорили. Он вошёл в клинч с Британией, он ввёл Россию в изоляцию, он запретил надевать круглые шляпы, камзовые и так далее, только потому, что боялся, и читать книжки, только потому, что боялся, что Россия пойдёт путём французской революции. Он боялся, что его дворянство его же и сожрёт, именно поэтому уничтожал не только своих подчинённых, но уничтожал их всем. В конечном счёте он всем надоел, набрыт, как говорят, и его просто прикончили. Есть другая история, когда был Ленин, который вообще считал, что революцию сначала необходимо просто развалить государство, уничтожить как можно больше люду, потому что, в принципе, он не способен создавать коммунистическую какую-то идею на территории России. Поэтому, в принципе, Ленин и создал первые концентрационные лагеря, а не Сталин, и провёл красный террор. Другое дело, что его же товарищ Сталин и прикончил, отравив, вместе с Дзержинским и с другими своими партнёрами. А Сталина тоже прикончили, его же представители, четыре товарища, которые его, как указывают определённые историки, просто в конечном счёте тоже прибили. После смерти Брежнева разделались с кланом Брежнева очень жестоко. Поэтому да, поэтому вопрос, понимаете, не столько в Путине, мы говорим, что вот уйдёт Путин, его отравят, и всё будет хорошо, или его убьют, и всё будет хорошо. Ни хрена. После Путина будет путинизм. После Путина останутся те же, которые всё это проводил. Я понимаю прекрасно, что 80% населения Российской Федерации может в один прекрасный момент стать либеральным и демократическим. В один щелчок пальца и сказать, всё, мы исповедуем совершенно другое. Но все они реваншисты, там есть русский фашизм. Элиту российскую вы не перебьёте, Да и она, по большому счёту, не исчезнет. После Путина будет ещё хуже. Для Украины Россия это экзистенциальная угроза на последующие десятилетия. При Путине или без Путина. И вариант просто ликвидации русского царя на этот раз не поможет. Потому что необходимо переформатировать всю Россию. Для того, чтобы её переформатировать, её нужно очень сильно ослабить. Экономически, военным путём и политическим путём. Я помню, как в начале этой войны я лично и мои собеседники на этом YouTube-канале также, мы надеялись на то, что в том числе персональные санкции и давление на экономику в том числе войны внесёт это уже избитая фраза, определённый раскол в российские элиты. И вероятно, как раз даже само окружение Путина, ощутив все ограничения, все какие-то тяготы к жизни в условиях военной экономики, оно восстанет громко сказано, но постарается каким-то образом решить вопрос так, чтобы эта война закончилась быстрее. В итоге, что мы видим? Как пишет Bloomberg друзьям Путина, таким как Пётр Авен, Михаил Фридман, Роман Абрамович, Владимир Потанин, санкции, цитирую, не помеха. Несмотря на войну и санкции, их состояние за 2023 год выросло более чем на 50 миллиардов долларов. Означает ли это, что вот этот тезис о расколе в российских элитах с помощью каких-то финансовых ограничений Запада, что эта идея провалилась? Да, они не могут использовать какую-то свою часть средств на войну, факт, но вот расколоть элиты, скажем, российские, для того, чтобы они свергли фигурально Путина, то есть эта история не сработала. Ну, во-первых, вы перечислили в большинстве своем друзей не Путина, а друзей семьи Ельцина. Кроме там условного Потанина, с которым, правда, тоже имел дело Юмашев, когда он пытался наводить отношения между Потаниным и своим бывшим зятем. Другое дело, что действительно российские олигархи в принципе сейчас нормально себя чувствуют, даже после обнуления. Просто Путин им показал, что на территории России можно тоже развиваться предельно спокойно и безопасно. Если вы хотите вообще иметь какой-то капитал, вы должны мне подчиниться и полностью руководствоваться тем, что от меня зависит ваша безопасность и ваше финансовое благополучие. Другое дело, что санкции не работают. Почему не работают санкции в большинстве своем? Потому что это очень старый немодернизированный инструмент. Потому что для того, чтобы санкции работали, необходимо также накладывать ограничения и осуществлять определенное давление на те страны, которые помогают обходить санкции. Я напомню, что с точки зрения России это Китай, это Индия, это Турция, это Казахстан, это Азербайджан, это условно Объединенные Арабские Эмираты, это Катар, это Саудовская Аравия, это огромная... Это Бразилия в каком-то смысле. В каком-то смысле. Хотя она отказалась. Она, в принципе, поддерживает политику Запада и старается очень аккуратно с этими санкциями работать. Но когда у вас есть такой, например, такая страна, как Объединенные Арабские Эмираты, которая позволяет у себя швартовать яхты, самолеты, которая позволяет в принципе создавать нелегальный торговый флот, который перевозит танкерами нефть, которая помогает тому же Потанину переводить акции, которая всех российских IT-компаний перелила на свою территорию, которая, в принципе, защищает их активы, которая помогает российским олигархам свои активы что называется припрятать. Когда Китай покупает вместе с Индией энергоресурсы, а Индия ещё и покупает российские алмазы. Когда Турция продаёт российскую электроэнергию, сама от неё энергетические носители, сама зависит от российской электроэнергии, строит при помощи России атомную электростанцию, о чём, в принципе, может идти речь? И когда товары поступают в Россию с территории Турции через Азербайджан, например. О чём может идти речь? Это необходимо, чтобы было давление со стороны Запада на эти страны. О чём может идти речь, когда сам Запад помогает России создавать вооружение? Мы знаем, что огромное количество комплектующих, в том числе американских, в том числе и европейских, находятся в российских ракетах и беспилотниках. О чём может идти речь, если, по большому счёту, у нас ситуация такова, что, в принципе, Россия иногда торгует с иностранными компаниями до сих пор, и ряд иностранных корпораций находится на территории России. Но Путин также нашёл ещё один выход. Например, тот же Потанин вернул себе активы, которые он когда-то продавал французскому банку и скупил банк Тинькова. Да, Тиньков банк. По большому счёту, это ему очень помогло продержаться на полу и увеличить свои на самом деле активы, как и многим другим олигархам. Мне повезло немножко Фридману, который метался между Лондоном и Израилем, но когда он приехал на территорию России, с ним стало всё хорошо. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп, это всё связанное со мной. И мои книжки, и конфеты, птичье молоко, Гордон в шоколаде, и носки, и зефир, Гордон, и чёрный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки, много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Для Путина важно сохранить не олигархов, для Путина важно сохранить силовиков. В 2004 году в издании «Коммерсант» было опубликовано одно интервью, в котором было указано, и тогда я вам напомню, что заместителем главы администрации президента, администрации президента Российской Федерации был господин Сечин. Силовик, который прошёл с Путиным из Ленинграда в Москву, который просто шёл за Путиным по карьерной лестнице, находился практически в одних и тех же департаментах, в одних и тех же кабинетах, в которых проходил и Путин. И по большому счёту, благодаря Путину он из капитана превратился, если мне не изменяет память, в полковника очень и очень быстро, за полгода. Так вот, господин Сечин в 2004 году собирался организовывать союз социальной справедливости России. Ещё раз, Союз социальной справедливости России. Переведите эту аббреветуру. СССР. Это была абсолютно силовая история. Он вместе со своими друзьями он тоже строил семью. У всех была такая, знаете, какая-то манечка строить семью. У всех представителей КГБ или тех представителей, которые кружились возле КГБ. Коржаков, Юмашеван, Сечин, ряд других. И Сечин тоже создавал свою семью. Как Кузаностро, да? Да, это мафия. Просто их очень много, понимаете, этих ячеек. И они конкурируют друг с другом. Как вот сейчас это видно, да? Там башни Кремля, там три, четыре, не имеет значения, по большому счёту, сколько их. На самом деле, это мафия, которые друг с другом конкурируют, как вы правильно обозначили. И вот Сечин создаёт эту идею вместе со своей семьёй. Чем она заключается? Объединение всех абсолютно под КГБ, Минобороны, МЧС, всех силовых ведомств. Условно, сейчас это Росгвардия, но мы видим, что сейчас это и получилось, по большому счёту. Правда же? И потом начинается другой этап, который назывался в их идеологии бархатной реприватизацией. Что это означает? Это вот вы заходите на территорию какого-то отдельно взятого региона и берёте все стратегически важные предприятия. Начал Сечин с Юкоса, Ходорковского. Это же он его уничтожил, и он забрал полностью под себя Юкос, который стоил в моменте 27 слишком миллиардов долларов. Понятно, что у государства не было таких денег, но появился Сечин, который всё это дело быстро оприходовал. А семья Ельцина, кстати, подставила очень сильно Ходорковского и через Абрамовича помогла Сечину всё это дело получить. Сечину-Путину. По большому счёту такие люди, как Сечин, стали контролировать отдельно взятые просто секторы экономики России, конкретно нефтедобывающие секторы экономики. Но, когда закончились деньги в России и стратегические предприятия в России, они взялись за другие страны. Когда я вам рассказывал много-много раз, что для Путина важно это не идеология какая-то, а бабки конкретно, я имел в виду в том числе и это. Это заход в отдельно взятую страну и взятие под контроль стратегически важных объектов предприятий просто для того, чтобы увеличить своё влияние и количество денег. Учитывая санкции, это им крайне необходимо. Учитывая плохое экономическое состояние в мире, и в том числе России, это крайне необходимо. Именно поэтому они этим и будут заниматься. И эта стратегия Сечина никуда не улетучилась. Потому что если бы она исчезла, то он бы исчез так, как и Коржаков. Его просто бы не стало политически. Но Сечин не только не исчез, он бы приумножил своё влияние. Более того, со временем он вошёл в отдельный клан. Можно так сказать, это не совсем клан, но он просто стал условно-политическим, идеологическим партнёром Ковальчуков. Это вот, если вы хотите, отдельная башня Кремля. Есть башня во главе с Патрушевым, который контролирует силовые ведомства. Есть башня во главе там условно с Собяниным и с Ротенбергами, которые там третья башня. Есть вот первая башня, это Сечин и Ковальчуки. Самые ближайшие. Главная башня среди них есть, это силовики? Главная башня это Владимир Бухин. Потому что силовики распространены практически во всех абсолютно кланах. Да, они присутствуют. Но вот есть отдельно Ковальчуки и Сечин. Очень приближённые к Путину наверное самые доверенные для Путина. Особенно Ковальчук. И по большому счёту они формируют это всё действие. Называются это вся идеология в их понимании почвничества. Это то, что ещё когда-то придумали Григорьев Аполонов и братья Достоевские. Это условно отдельно взятый отдельно взятый путь. Русский отдельно взятый путь. Вот вы слышите часто у Путина всякие эти сентенции вот Россия это отдельный какой-то там путь отдельная идеология русский мир это всё оттуда идёт. Цивилизация. Да. Но всё это идёт оттуда и всё это условно как это агитировалось пропагандировалось ещё ещё в начале двухтысячных годов Сечиным и Ковальчуком и вбивалось в голову Путина который в принципе был не против эту всю информацию получать потому что сам мало чего знал в поводу России. Поэтому да ключевая задача Путина это усилить силовиков и вы знаете например но тут же тоже начинается война только только золото хочет получить какое-то для себя там какое-то усиление для Росгвардии танки условно приходит Кудрин и говорит но на новом у меня денег нет. Понимаете поэтому да происходит самое ключевое что Путин в этой войне пытается просто помогать абсолютно всем башням усиливать силовиков ему плевать на олигархов и на русский народ но если силовики будут себя чувствовать в принципе хорошо а не как царская охранка времён Александра Второго которая финансировала всех этих террористов и готовила их то никто взрывать царя не будет пока что. Вот о санкциях заговорил ну коротко можем обсудить о санкциях заговорил Кадыров недавно он публично предложил Соединённым Штатом Америки обменять пленных украинских военнослужащих на снятие санкций с него с его семьи и с его лошадей потом он значит уже от своих слов открестился говорит это всё мол толстый троллинг в Главном управлении разведки Украины тоже сказали что ничего об этом не слышали однако первое это заявление звучало достаточно серьёзно здесь сразу несколько выводов можно делать во-первых действительно ли Пригожина Кадырова Кадырова так волнует эти санкции во-вторых действительно ли у Кадырова может быть какой-то свой собственный обменный фонд украинских военнопленных потому что это тоже новость на самом деле есть какие-то люди которые являются просто в плену лично у Кадырова а даже не у Российской Федерации не у Путина в плену они конечно могут быть но он не влияет на обменный фонд Российской Федерации решение принимает там один человек именно потому что он это всё дело заявил была моментальная реакция со стороны Кремля и одного на самом деле человек когда ему пришлось оправдываться волнует ли волнует ли Кадырова его лошади да его скакуны да которые действительно находятся по санкциями на территории Европы по-моему и Чехии если мне не изменяет память борется он за них очень и очень давно по-моему с 15-го года почему потому что они приносили колоссальную прибыль он же устраивает скачки и эти скачки его лошади по большому счёту часто выигрывают и приносят ему сотни миллионов сотни миллионов рублей сотни миллионов рублей но если если Кадыров захочет он же может украсть как он это сделал абсолютно недавно по-моему там в прошлом или позапрошлом году своего скакуна уже предельно старого поэтому он просто издевается всё это предложение это издевательство потому что он понимает что ну вот смотрите он говорит давайте я вам поинопленных а вы мне верните лошадей то есть он просто показывает что ну он понимает что никто этого делать не будет просто не будет этого делать во-вторых он издевается над американцами показывает что вот посмотрите они даже на это не готовы а в-третьих он просто показывает что для него человеческая жизнь ничто лошадь стоит дороже чем человек по большому счёту ну нет это просто он просто эпатирует публику в том агрессивном и таком плебейском формате как он как он в принципе это всегда делает нет ну это это глупость он ничего ни на кого обменивать не будет повезёт повезёт украсть лошадей он и сам может без помощи там каких-то каких-то спецслужб то есть вот эта история о том как украли лошадь Кадырова это была инспирирована самим Кадыровым потому что я помню этот заголовок нет ну Кадыров конечно же сказал что это сделала украинская СБУ да то есть вот эти конфискованные лошади в Чехии их украли ну да перестаньте просто делали это Кадыров сам или при помощи российских спецслужб очевидно что это сделали россияне и когда и когда им это нужно было очень сильно сделать потому что он очень скучал по своей там этой лошади не помню как там четыре буквы там на зайку но это вообще не имеет никакого значения как эту лошадь зовут которая приносила ему прибыль и простояла 8 или 9 лет в столе и понятное дело что по большому счёту сердце Кадырова не выдержало и он решил эту лошадь забрать но я вас прошу ему абсолютно во первых он не принимает решения в отношении обмена во вторых он не будет во вторых выше Путина никого нет в России и он абсолютно послушный человек Путина а в третьих по большому счёту он просто издевается так это и нужно воспринимать не более того друзья ваши мысли по поводу темы сегодняшнего обсуждения оставляйте в комментариях также ваши вопросы к Александру Демченко темы которые вам хотелось бы чтобы мы обсудили тоже оставляйте в комментариях я читаю их лично все и на самом деле уверен что если ваша тема будет интересна соберёт много лайков то мы обязательно обсудим её в последующих беседах за мной Майдан за мной Крещатик главная улица Киева столицы независимой Украины которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией все самые свежие новости Украины и мира а ещё профессионализм патриотизм и совесть телеграм-канал Дмитрий Гордон вы ещё не с нами? немедленно подпишитесь и будете знать всё давайте теперь к Тайваню перейдём да уже в субботу на Тайване должны пройти выборы те самые выборы которые вероятно дадут нам ответ на вопрос получит ли мир ещё одну горячую войну не рассеется ли американская поддержка не только на Украину Израиль но теперь ещё и на Тайвань в целом да как я понимаю от результатов этих выборов действительно многое что зависит решится ли Китай на силовой захват этой территории в целом какие прогнозы да потому что для наших зрителей напомню что нам критично важно чтобы война там сейчас не началась потому что действительно внимание рассеется финансовая помощь будет разделена Александр какой прогноз ну прогнозов может быть несколько но я вам скажу так что после 13 января 2024 года со дня выборов на Тайване мы вступаем глобально в новый этап в этап к подготовке к горячей пазе третьей мировой войны вот что я вам скажу сценариев может быть несколько есть две партии которые противостоят друг другу глобально на Тайване это партия прокитайская Гоминдан и партия демократическая прогрессивная партия Тайвань та партия которая сейчас правит этим островом Гоминдан чтобы было вам понятно это условно Янукович это люди которые хотят сближения с Китаем экономического это люди которые готовы стелиться под Китай политически в том числе но сохранять определенную независимость владеть вассальным делом и служить метрополии но проблема в том что Китай уже этого не хочет Китай очень сильно изменилась и когда Си Цзиньпинь получил с благословления в том числе из силовиков китайских он же выходец из силовиков как Путин когда Си Цзиньпинь получил как бы возможность на третий срок пойти он пообещал что к 27 году он Тайвань вернет тем или иным путем когда если победит Гоминдан скорее всего так и произойдет может быть и сюрприз какой-то нас ожидает если побеждает Гоминдан Китай вначале будет стараться ассимилировать его мирным путем давление экономическое будет осуществлять вести переговоры на каком-то этапе ему это надоест надоест когда когда он будет готов к Блицкригу проблема заключается в том что для Си Цзиньпиня как и для Путина единственный возможный вариант быстрого возвращения как он считает на самом деле оккупации Тайваня это Блицкриг география Тайваня очень сложная ну там условно еще 14 островов довольно узких на которых можно высадиться десантом без десанта ты не можешь ничего сделать в принципе как Путин ничего не мог сделать без десанта Тайвань напичкан оружием и последние десятилетия готовятся к большой войне при помощи кстати американцев нужно здесь кстати отметить важную роль американцев которые готовили Тайвань и готовят Тайвань очень и очень давно отправляют ему атакамцы отправляют ему джавелины отправляют ему все эти системы которые получала Украина уже спустя огромное количество месяцев начало полномасштабных военных действий со стороны Российской Федерации почему потому что Тайвань по большому счету это 60% мировых запасов чипов которые я много раз рассказывал об этом наша аудитория может послушать этот эфир конечно же но если вкратце то стиральная машина и спутниковый аппарат напичканы тайваньскими чипами и без тайваньских чипов ничего не может быть в принципе в мире если Китай получает этот остров то он получает контроль над всей экономикой мира в большинстве своем американцы этого допустить не могут но они так долго просили тайваньцев перевести свои предприятия на территорию США и получили очень негативный ответ потому что никакого перевода предприятия не произошло почему не произошло Тайвань посмотрел на Украину и понял что если он отдает самый важный свой стратегический ресурс и свои мозги как Украина передала ядерное вооружение а в последующем передала и другое вооружение бомбардировщики и так далее в том числе и Российской Федерации согласно всем договорам с НАТО со штатами и так далее то по большому счету он остается ни с чем и Китай его конечно же аннексирует конечно же оккупирует поэтому тайваньцы не переводят свои предприятия никуда предприятия и американцы конечно же будут за него воевать вот вам сценарий с точки зрения партии Гоминдан сначала мягкие переговоры потом все равно попытка оккупации если останется у власти Гоминдан скорее всего оккупация произойдет силовым путем в том числе этот сценарий будет удастся Блицкий Рик скорее всего будет успешен потому что некому будет воевать ну что Ленукович бы воевал скажите мне нет он сдался если остается правящая партия которая агитирует население за то чтобы стать более независимым точнее получить независимость окончательно и отделиться раз она всегда от Китая то китайцы будут вообще действовать быстрее я не считаю что война произойдет в 27 году я считаю что она должна происходить быстрее до 25 года включительно потому что у Китая все меньше и меньше времени так как американцы выводят свое производство из Китая и китайская экономика в принципе падает и у Китая появляется все больше и больше проблем ключевая из которых Российская Федерация которую необходимо поддерживать но если Китай начинает войну над Тайвань почему им сейчас нужны мирные переговоры Путину нужны Си Цзиньпинь нужны которые на самом деле являются главным бенефициаром войны России против Украины потому что когда у вас перемирие начинается условное или прекращение огня между Россией и Украиной с тем что за Россией какие-то территории остаются хорошо прекращение огня режим начинается Россия готовится к войне усиливается Китай активнее помогает санкции какие-то остаются какие-то нет Китай нападает на Тайвань Россия модернизировавшись или хотя бы восстановив свои запасы начинает новое нападение на Украину что тогда получается американцы должны воевать с китайцами а что делает НАТО европейцы с кем они воюют открыто с Россией или с Китаем вопрос правда европейского фронта и европейских возможностей на всех не хватает но это уже видим по Украине с их проблемами с боеприпасами второй вариант как я обозначил это демократическая партия Тайланд если она приходит Китай начинает сначала блокаду скорее всего торговую очень жесткую а в последующем это начинается военный сценарий абсолютно в любом случае война скорее всего будет и эта война очень сильно ударит по Украине по нескольким направлениям во-первых минус 10% минус 10 триллионов и 10% ВВВ мирового что очень сильно ударит по украинскому оскудевшему кошельку во-вторых усилится агрессия со стороны России еще больше и Украина должна будет переформатироваться в том числе и военном направлении в-третьих уменьшится возможно поддержка со стороны Запада мы уже видим что когда началась эта история в Израиле которая была инспирирована Китаем Россией и Ираном когда террористы выступили против Израиля и продолжают выступать про иранские прокси то количество помощи и количество главное оружия которое идет Израилю и Украину оно повторяет друг друга Израилю нужны такие же снаряды для систем ПВО Израилю нужны такие же свитчблейды Израилю нужны такие же артиллерийские боеприпасы 155 мм и снаряды поэтому и Тайвань получает то же самое абсолютно то же самое все те же системы поэтому ситуация будет усугубляться очень мало шанса что война на Тайване не произойдет очень мало и я вам скажу что уже американцы к этому готовятся потому что буквально днями они отправили колоссальную партию топлива на территорию своей базы на Филиппинах это означает что в принципе они готовятся к большому противостоянию поэтому третья глобальная горячая точка в мире скорее всего появится и тогда уже мир перейдет окончательно к третьей мировой войне и мы будем иметь дело с колоссальными потерями то есть нам необходимо каким-то образом побеждать до начала этой войны я правильно понимаю нам необходимо каким-то образом до начала этой войны вступить в НАТО и в Европейский союз потому что это единственная гарантия безопасности что Россия как-то будет сдерживаться и что Россия будет очень и очень осторожно подходить к этому вопросу и на какое-то количество и даже может быть отойдет от Китая вот это единственное что в принципе нам поможет с точки зрения глобальной войны если начнется война на территории Тайваня уже на следующей неделе обсудим результаты этих выборов и чего нам всем ожидать на самом деле да действительно ситуация тревожная друзья тоже ваши ожидания от вообще 24 года мы не раз уже с Александром обсуждали основные события выборы на Тайване это одно из них которые станут ключевыми в этом году что ж ваши ожидания оставляйте в комментариях напоследок Александр Wall Street Journal опубликовал любопытный материал об Илоне Маске самым контроверсионным достаточно персонажем который с одной стороны предоставляет Украине старлинки с другой стороны проводит у себя в Твиттере голосование за принадлежность Крыма кому Россия Украина это не первый раз он делает заявление о том что Украине вероятно не стоит тратить человеческие жизни на возврат территории и так далее и вот значит Wall Street Journal пишет что Илон Маск в течение нескольких последних лет принимал ЛСД кокаин экстази грибы кетамин все это происходило на закрытых вечеринках по всему миру и люди в его окружении утверждают что руководство компаний которыми он владеет очень переживает как вот эта информация вообще его зависимость от наркотиков может отразиться на ведении бизнеса один мой собеседник на этом канале сказал что для Маска в общем-то это не компромат ну подумаешь человек действительно достаточно яркий ну что ну даже если какие-то доказательства того что он эти наркотики употреблял найдут ну в целом возможно количество его поклонников даже увеличится однако в то же время существует тезис что у той же России на Маске есть определенный компромат именно из-за этого он иногда делает вот такие высказывания которые очень ложатся в канву тезисов пропаганды Российской Федерации в целом да вот если даже возьмем эту информацию за данность может ли это означать что как раз вот эта сторона Маска именно и влияет на его вот такие неоднозначные высказывания по поводу войны России против Украины может быть у Путина есть связи с этим да на него какой-то какая-то информация которую можно отдать огласке смотрите Илон Маск это диктатор такой же как и Владимир Путин если бы Илон Маск был правителем в силу мира или правителем какой-то отдельно взятой страны то он обязательно бы дружил с Владимиром Путиным с господином Эрдоганом и с Си Цзиньпином это очевидно возможно не дружил бы с иранскими аятоми но это тоже под вопросом все зависит на самом деле от настроения в котором он проснется но когда мы говорим что это не влияет это влияет когда Илон Маск покурил несколько лет назад травку на шоу Рогана то его убрали временно из совета директоров Теслы все что вы сейчас видите на самом деле это игра против Маска с точки зрения капитала потому что акции Тесла значительно упали и будут парить в ближайшие недели из-за вот этого случая потому что Наса после того как он покурил травки думала над тем а мы знаем что его компания SpaceX является той единственной частной компанией которая запускает корабли спутники Наса в космос и возвращает их обратно и присоединяет к космической станции и тогда Наса уже думала стоит ли продолжать свое сотрудничество с Маском или переключиться на других конкурентов Маска которые таким же образом осуществляют или пытаются осуществить полет плюс не стоит забывать что у Маска конечно же есть практически убыточный твиттер с которым он ничего не может сделать кроме того чтобы помочь своему другу Дональду Трампу потому что когда он туда поставил когда он поставил ряд ведущих в том числе господина Карлсона Татера Карлсона которые просто пропагандируют за Дональда Трампа и Чернила Байдена то конечно же это тот ресурс который значительным образом может повлиять на ход избирательной кампании в США поэтому Илона Маска и его же конкуренты пытаются таким образом и убрать но здесь другое понимаете то наркотики то его в каком-то клубе снимут это такой глобальный мутобор правильно я называю этот клуб да? российский вообще вы знаете как-то мутобор, мастурбатор ну вот как-то так да понимаете в чем дело с Маском-то все понятно но вот глобальный мутобор это конечно очень интересно это очень влиятельно понимаете в чем дело все эти вещи как с Иваном Маском так и с точки зрения России господи неужели я говорю об Ивлеевой но как и с точки зрения России они напоминают сказку ганца Христиана Андерсона новый наряд короля я никогда не думал что сказки написанные этим человеком будут настолько актуальны в современном мире в 21 столетии но нет Россия конечно же опустилась до очередного дна и да его сказки актуальны потому что как мы знаем ключевой сюжет сводится к тому что два проходимца сшивали наряд для короля который на самом деле не был никаким нарядом и король был очевидно очень очевидно голый но так как ключевым условием было то что человек который не увидит ничего будет означать что он или исключительно глуп или не подходит для своего места близ трона или на троне то в принципе он и не увидит этот наряд соответственно все видели наряд хотя его не было но знаете кто был идиотом в этой сказке ганца Христиана Андерсона мальчик ребенок ребенок который сказал что король голый в нашем случае в нашем случае на самом деле у нас же полуголая вечеринка происходила в Москве а не голая поэтому на самом деле мальчиком в нашем случае является не Филипп Кирпоров и не Ивлеева а царем является не Путин в нашем случае точнее царем является Путин в нашем случае в принципе мальчиком который это все увидел является русский народ абсолютно глупый который будет наказан а вот глобально царем является Россия королем которая ходит в главный ради короля потому что весь российский народ увидел что на самом деле Россия никакая не скромная не православная не христианская не любящая не идеологическое государство что на самом деле существует огромное количество проблем и что на самом деле это абсолютно постыдная структура которая деградирует с царских времен но самое интересное и самое смешное в этом случае что глава этого клуба Мутабор ничего не нашел лучшего как искупить о чем кричала Маргарита Симоньян и подарил мощи русской православной церкви и здесь Николая и здесь знаете что самое смешное что черт подери со времен Николая Второго со времен этого просто ужасного режима царского ничего в этой России ни хрена не изменилось потому что как тогда за три рубля можно было не исповедоваться чиновнику раз в год и не причащаться так и сейчас достаточно просто отдать церкви которая ставит ракеты сатана и освещает их три рубля условно 30 серебряников и на этом все закончится поэтому если возвращаться к Илону Маску и ко всем этим товарищам то у нас ужесточается условно автократическая тенденция Илон Маск такой же диктатор как и Владимир Путин друп Владимира Путина по большому досчету во всяком случае то что он делает на это похоже глобально весь мир превратился в мутобор у нас глобальный мутобор с чем я вас всех и поздравляю дай бог чтобы нашлось достаточное количество интеллектуальных людей которые этот кошмар закончили в том числе и с Тайванем прекрасный метафорический финал благодарю вас Александр международный аналитик Александр Непченко сегодня к нам присоединялся друзья уверен вам понравилось лайк этой беседе поставьте пишите ваши темы которые вам были бы интересны попробуем обсудить их в последующие разы ну и подпишитесь Дмитрий Гордон или Сабацман в гостях у Гордона Александр благодарю еще раз друзья до новых встреч пока